К сожалению, инфраструктурные проекты, которые были связаны с реализацией Евро-2012, закончились, и в ожидаемом техническом анализе, мы видим, это привело к определенному снижению объема выполненных строительных работ. Однако в реальной ситуации это все сводится к тому, что мы возвращаемся на тот уровень, на котором существовали до момента начала евро. В двух словах, экономика находится в состоянии рецессии на протяжении четырех кварталов, она небольшая, на уровне 1%, очевидно, что по итогам этого года мы выйдем в нули. Основными драйверами экономики в настоящее время является сельское хозяйство, которое, в отличие от других отраслей промышленности, показывает рост, по итогам первого полугодия он составляет плюс 5%. Это активный потребительский рынок, мы видим прирост товарооборота на уровне 11% в целом по стране, из которых примерно на долю киевского региона приходится 20% потребления. И, конечно же, это низкий уровень инфляции, который по итогам полугодия составил практически 0,2%, что является самым низким показателем для стран СНГ. Что еще это значит? Это есть хороший стимул для того, чтобы рынок торговой недвижимости развивался, поскольку активный потребительский спрос формулирует прозничный товарооборот, что, в свою очередь, приводит к спросу на торговой площади со стороны ритейлеров. По итогам первого полугодия этого года в столице открылось с частичным вводом два торговых объекта общей площадью 13 тысяч квадратных метров. Однако к концу 2014 года мы ожидаем достаточно большое предложение, которое выразится в семи торговых центрах общей арендуемой площади порядка 190 тысяч метров, что увеличит рыночный сток в Киеве на 23%, и он составит порядка миллиона двухсот тысяч квадратных метров арендуемых торговых площадей. На состоянии разного уровня готовности, строительной активности, проектной активности находится порядка с заявленными датами ввода эксплуатации 2015-2016 год находится еще порядка 24 объектов общей арендуемой площадью порядка миллиона квадратных метров, среди которых самые крупные в истории украинские торговые недвижимости, в истории столичного рынка торговые недвижимости, торговые центры супер регионального формата, такие как Торговый развлекательный центр Республика, общей арендуемой площадью 170 тысяч квадратных метров. Что это значит для рынка? Определенно это будет означать порог насыщения при условии реализации всех заявленных проектов. Определенно это будет давлеть на арендные ставки, которые очевидно стабилизируются и в наименее успешных проектах будут иметь тенденцию к снижению. Определенно это будет означать ротацию арендаторов из наименее успешных объектов в наиболее успешные. Тем не менее, возвращаясь к возможностям рынка, мы говорим о том, что все-таки по сравнению с столицами Восточной Европы Киев остается фундаментально ненасыщенным регионом. И по нашим оценкам при обеспеченности порядка 300 квадратных метров на тысячу жителей еще имеет двукратный запас прочности для того, чтобы быть насыщенным и перенасыщенным. Какая еще особенность девелопмента в нашей стране? Это, конечно же, девелопмент, преимущественно собственные средства девелопер. Поэтому те 2-4 проекта, которые заявлены, конечно, будут иметь высокие риски реализации, поскольку не все из них смогут в достаточном объеме профинансироваться. Уровень арендных ставок оставался на протяжении этого года полугодия стабильным, и к концу года мы ожидаем, что он не изменится. Среднеизвестные показатели вакантности составляют около 70 долларов на квадратный метр общей арендуемой площади в месяц без НДС и без эксплуатации. И варьируется для магазинов торговой галереи от 30 до 100 и выше долларов в месяц без НДС и без эксплуатации. Понятно, что наивысшие арендные ставки соответствуют наиболее успешным объектам, которых в Киеве в действительности не так уж и много. И, естественно, они сильно варьируются в зависимости от площади оператора, его якорной функции, его возможности генерировать потоки посетителей торгового центра и его значимости для жизни и успешной деятельности торгового центра. Вместе с арендной ставкой или вместо нее, в разных случаях по-разному, используется система ценообразования, которая заключается в проценте товарооборота. Процент товарооборота арендаторов варьируется от 2-4% для якорей до 15-17% для магазинов торговой галереи. В этом году мы ожидаем выход на рынок города Киева порядка 20 новых для Украины брендов. Преимущественно это магазины торговой галереи, аксессуары, одежда, и большинство из них откроется в торговом развлекательном центре Ocean Plaza, брокером которого и разработчиком концепции являлась наша компания. В целом, если говорить о регионах Украины, то ситуация такая, что наиболее активный девелопмент приходится, естественно, наиболее развитые регионы, которые обладают достаточным объемом платежеспособного спроса населения. Понятно, это городомиллионники, самые крупные областные центры. Обеспеченность торговыми площадями, если есть возможность посмотреть на график, в разных городах по-разному, но находится в целом примерно на уровне 200-300 метров на тысячу жителей населенного пункта. Мы видим, что рынок движется к этой ситуации. Еще раз хотел обратить внимание на цифры. То есть в этом году мы перевалим, еще не перевалили, но перевалим за миллион квадратных метров. То бишь за 12-13 лет существования современной коммерческой недвижимости в Киеве, наконец-то будет произведен миллион метров квадратных торговых площадей. Но да, и это сегодня соответствует насыщенности порядка 350 метров на тысячу жителей. Есть такая привычка уже сложившаяся сравнивать по насыщенности разные столицы разных стран. То есть мы действительно отстаем от Варшавы, от Будапешта, конечно же от Дубая, от многих столиц государств. Не только Западной Европы, но и Восточной Европы, отстаем от столиц некоторых постсоветских государств. То есть в принципе ситуация сегодня еще выглядит более-менее успешной. В бизнес по созданию торговой недвижимости вкладываются огромные капиталы. Практически каждый проект, который сегодня начинается, или строительство, которое ведется, это от 50 миллионов долларов до 350 миллионов долларов, примерно, от торгового центра республики. И, конечно, цифры в 100-150 миллионов долларов в один объект не являются уже шокирующими для наших девелоперов, несмотря на то, что банковские структуры по-прежнему не участвуют в кредитовании. То есть все это так называемое equity, собственный капитал. И все эти объекты ведутся для того, чтобы получить доходность порядка 20-25% при вводе в эксплуатацию. Но и при этом, кстати, очень успешно развивается и наш ритейл, который сегодня развивается за счет двух основных направлений. Это за счет прямых вхождений новых брендов на украинский рынок и за счет инвестиций украинских предпринимателей в развитие западных брендов посредством приобретения франшизы, то бишь права на развитие этих брендов на Украине. Бизнес, кстати, ритейл-бизнес сегодня является довольно-таки высокоэффективным и, наверное, одним из наиболее интересных для текущей и политической экономической ситуации, потому что позволяет обеспечить возврат с каждого магазина в течение 2,5-3 лет и требует небольших инвестиций в каждый из магазинов. То есть, грубо говоря, по сравнению с какими-то глобальными инвестициями в создание производства или в создание даже объекта недвижимости, инвестиции в ритейл, то есть в создание магазина, то есть они колеблются от 200 до больше, чем миллион долларов, скажем, единоразного вложения и возвращаются довольно-таки быстро, в течение 3 лет. Все это показывает довольно-таки радужную ситуацию на рынке торговой недвижимости, потому что есть и заинтересованные строить, есть и заинтересованные потреблять эти площади. Ну и наш потребитель, он тоже, в принципе, в своих потребительских предпочтениях, он стал уже активным любителем торговых центров. Мы всегда анализируем долю расходов на рынках, которая сегодня еще по-прежнему есть, но она сегодня составляет 4%. То есть мы помним времена, когда расходы на рынках были около 60% семейного бюджета, совсем недавно это еще было 10-15%, сегодня это 4%. То есть, грубо говоря, можно сказать, что приверженцев покупок на рынках сегодня в Киеве уже почти не осталось. Но в будущем ситуация кардинально изменится, потому что за 2014 и 2015 год должны ввестись в эксплуатацию и еще один миллион квадратных метров. То есть то, что мы создали за 12-13 лет, сейчас будет введено в эксплуатацию в течение двух лет. Причем в составе небольшого количества объектов, но очень крупных и очень знаковых для украинского рынка, которые по своему размаху, по своей концепции иногда даже опережают соседние страны, в том числе европейские. То есть однозначно эти объекты будут интересны для потребителей, но в общей массе у нас уже будет больше двух миллионов квадратных метров, что приведет к насыщенности порядка 700, ну если Киев существенно не вырастет по населению, то это будет порядка 700 метров квадратных на тысячу жителей, что уже явно должно свидетельствовать о перенасыщении. Но перенасыщение в торговой недвижимости, оно происходит не так, как перенасыщение в офисной недвижимости. То есть практически в офисной недвижимости это приводит к тому, что новые объекты открываются полупустыми, в торговой же недвижимости происходит наоборот. Новые объекты благодаря своим новым концепциям и гигантскому размеру приковывают интерес ритейлеров, и поэтому они открываются полными, но при этом освобождая какие-то из аутсайдеров, скажем, рынка торговой недвижимости. Поэтому ситуация с перенасыщением торговой недвижимости, она придет к тому, что будут освобождаться площади в плохих, уже устаревших объектах, и которые будут вынуждены идти на реконцепцию, пытаться создать себе новое лицо, создать себе новую концепцию, создать себе новые какие-то аттрактивные преимущества, и опять вернуться в борьбу с новыми объектами. Но, тем не менее, все равно кризис будет. То есть это, конечно же, повлечет за собой и снижение арендных ставок, и более, скажем, жесткое противостояние между арендатором и арендодателем по условиям аренды. В 2014-2015. Ну да, опять же, мы, как обычно, делаем оговорку, что если эти объекты не будут перенесены, если ввод в эксплуатацию их не будет перенесен. То есть, в принципе, угроза такая существует всегда в строительном проекте, но хотелось бы отметить, что качественный состав девелоперов с момента начала кризиса, он кардинально изменился. Потому что, если раньше доступ на рынок девелопмента, торгового недвижимости был очень низок, то есть порог вхождения был очень невысоким, то сейчас, в связи с тем, что кредитование отсутствует, и нужно рассчитывать только на собственные средства, порог очень высок. То есть, грубо говоря, если вы не имеете своих 30, наверное, средняя цифра, ну или минимальная цифра порядка 30 миллионов долларов, то вам путь на рынок торговой недвижимости закрыт. Ну и опять же, нужно иметь возможности решения и административных вопросов, нужно иметь какие-то гарантии безопасности своего бизнеса в будущем, когда он будет создан. Поэтому все это продолжает отпугивать иностранных девелоперов, которые по-прежнему на украинском рынке практически отсутствуют. 99% девелопмента в Украине украинский, и на сегодняшний день только две международных компании ведут девелоперский бизнес на Украине, это и Машан, наверное, все об этом хорошо знают, и группа Мульти. Что будут делать опытные девелоперы, которые вынуждены будут прекратить активные действия на киевском рынке, то есть они, скорее всего, попытаются продолжить получать доход за счет развития региональных рынков, потому что у девелоперов на сегодняшний день уже, грубо говоря, созданы девелоперские машины, они полностью укомплектованы высокопрофессиональным персоналом, они умеют строить хорошо, ну, по крайней мере, доводить строительный проект до конца, поэтому первый рынок, на который они обратят внимание, это, конечно же, рынки регионов. Ну и в двух словах о ситуации в этих рынках, то есть их можно разделить на два подрынка, первое – это города-миллионники, и второе – это прочие областные центры. В городах-миллионниках ситуация в большинстве из них сегодня остается ненасыщенной, кроме города Харькова. Город Харьков сегодня, наверное, первый из городов-миллионников, который перешел порог насыщения, и на сегодняшний день потребность в каких-то новых проектах, она довольно-таки сомнительна, и может появиться только в случае, если объект обладает сверхуникальным месторасположением в центре города. Все же остальные города-миллионники, такие как Одесса, Львов, Донецк и Днепропетровск, они, в принципе, по-прежнему являются незаполненными, и потребительский рынок этих городов вполне может еще переварить один-два крупных региональных центров. К сожалению, в большинстве из этих городов подобных проектов нет, или они еще не находятся в стадии реализации. Поэтому пока о насыщении городов-миллионников в 2013 году речь не идет, но и, наверное, это тоже произойдет не раньше 15-го, ну, может быть, 14-го, 15-го года. Если же говорить, то есть эти города остаются привлекательными для девелопмента, их рассматривают не только украинские девелоперы, но вы знаете, что как раз международные девелоперы и машины мульти как раз ведет свой бизнес, свои девелоперские проекты за пределами Киева. То есть в Донецке, ну, то бишь в Макеевке, практически в Донецке и во Львове. Если же говорить про прочие областные центры, то там для насыщения рынка торговой недвижимости, который очень маленький, но практически единственный из возможных рынков недвижимости, потому что офисные рынки как таковые мертвы, рынок жилья восстановился или там ожил далеко не во многих областных центрах, поэтому единственным направлением для инвестирования для локальных девелоперов является именно торговая недвижимость. Но далеко не так уж много областных центров осталось там, где есть еще потребность, есть еще невосполненный спрос по торговой недвижимости. То есть к таким городам мы хотели бы отнести Чернигов, Кировоград, как ни странно, Запорожье, наверное, самый сладкий из тех, кто ненасыщен. Ну вот, наверное, приблизительно и все. Все остальные города, они уже или имеют достаточный объем для насыщения, или уже являются перенасыщенными, что приводит к низкой рентабельности существующих проектов, большой доле свободных площадей и другим негативным последствиям. В состоянии рынка офисной недвижимости города Киева, значит, ситуация по-прежнему остается сложной. По итогам прошлого года в эксплуатацию было введено около 200 тысяч метров арендованной площадью офисных помещений. По итогам этого полугодия введено порядка 33 тысяч в трех объектах, однако до конца года мы ожидаем еще вот почти 200 тысяч в семи объектах, в сумме это будет тоже более 200 тысяч. Очевидно, что такой объем офисного предложения останется невостребованным, поскольку новые бизнесы в Украине не развиваются. Те бизнесы, которые присутствуют, они, исходя из того уровня ВВП, который имеет тенденцию к снижению, тоже активно не развиваются. Компании, которые хотели улучшить свои условия пребывания в офисных помещениях, потихонечку тоже начинают заканчивать, удовлетворять эту потребность. Таким образом, ситуация сводится к тому, что при существующих 15-16% вакантности в офисных помещениях до конца года, при вводе заявленного объема, вакантность может вырасти до 20%. Общий сток до полутора миллионов. Это означает, что примерно порядка 300 тысяч, более 300 тысяч квадратных метров арендуемых офисных помещений останутся свободными. Уровень арендных ставок составляет в настоящее время 15-32 доллара без НДС на квадратный метр общей арендуемой площади в офисных помещениях класса B и от 25 до 40 без НДС и эксплуатации для офисов класса A. Эксплуатационные платежи составляют 3-5 долларов для класса B и порядка 5-8 для класса A. Состояние помещений, которое заявляется в настоящее время, это преимущественно шеллендкор, однако в реальности ситуация такова, что основной спрос исходит на помещение в состоянии отделки, и часто собственники для привлечения арендаторов и для успешного заполнения офисных центров вынуждены идти на дополнительные затраты и делать эту отделку, либо предоставлять арендные каникулы для того, чтобы арендатор мог выполнить ее самостоятельно в счет арендной платы. По структуре предложения порядка 70% – это класс B, так называемый, и порядка 30% – класс A. Тем не менее спрос на офисную недвижимость сейчас формируется в большей степени на помещения класса B, поскольку они и дешевле, и часто по своим характеристикам не уступают помещениям класса A. По структуре запрашиваемых помещений по метражу примерно 40-45% приходится на помещения площадью 150-200 до 200 квадратных метров. В то время как существующие офисные девелоперы предлагают достаточно большие площади от 250-500 квадратных метров и выше, что, естественно, вносит определенный дисбаланс в соотношение спроса и предложения на рынке. Тенденция до конца года в определенном снижении, в незначительном снижении уровня арендных ставок и, наверное, в заметном порядка 10-15% в начале следующего года. Будет зависеть от результатов заполнения. Понятно, что объекты, о которых мы говорим, они появились, имеют уже свою историю пребывания на рынке, и собственники, разумеется, для того, чтобы обслуживать и взъемное финансирование, для того, чтобы осуществлять операционную деятельность, вынуждены вводить эксплуатацию, поскольку введенный объект по даже минимальной цене – это лучше, чем простаивающий. Так что определенным предложением будет, может быть, даже не в таком объеме по итогам этого года, но, тем не менее, в ближайшее время оно будет, перешагнет отметку полтора миллиона, и ввиду того, что нет достаточно объема спроса, рынок коэффициентной недвижимости в ближайшие 3-5 лет будет испытывать состояние стагнации, и мы видим этот сегмент крайне инвестиционно непривлекательным для девелопмента.